Музыка Хочу вместе с вами сегодня преломить Слово Божие, и я хочу говорить с вами сегодня о лидерстве, о том, что такое лидерство, какая разница между лидером и служителем, какая разница между лидерством в Царстве Божьем и лидерством в миру. Я хочу говорить с вами также, откуда приходит лидерство или где оно берется в Царстве Божьем. И для моих рассуждений я выбрал текст из Священного Писания Первого Послания Тимофею, 3 глава, 1 стих. Первое Тимофею, 3 глава, 1 стих. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Есть перевод радостной вести, и там по-другому сказано. Верно говорится, если кто стремится к руководству, то желание его похвально. Апостол говорит о том, если в твоем сердце есть желание стать лидером, стать руководителем, ты стремишься к руководству, это похвально, это хорошее желание, и это верное слово. Что такое лидерство? Лидерство – это прежде всего влияние. Когда твоя жизнь, твои взгляды, твое поведение влияют на других. Влияние, конечно, бывает разное, и доброе, и плохое. Часто можно слышать, как родители рассказывают о детях своих, и доходит до момента, когда их ребенок начал больше времени проводить на улице, и потом они жалуются, но влияние улицы, но влияние этих мальчишек и девчонок, которые были там на улице, было слишком плохим для моего сына или дочери. Знаете, мы с женой пытались воспитывать наших детей таким образом, чтобы влияние, которое оказывает семья, которое оказывает церковь на нашего ребенка, было превалирующим и более сильным, чем то, что она получит за стенами нашей семьи или церкви. Поэтому, когда она в школе или в институте, то не институт или школа, или вот эта атмосфера колуарная должны или будут влиять, или, значит, влияют на нее, но ее присутствие Бога внутри ее, ее благодать, которая на ней, и воспитание будет оказывать влияние на общество. В Библии есть такие примеры. Мы можем видеть трех юношей – Сидраха, Месаха и Авдинага. Трех юношей в Вавилонском плену. Три молодые парня, три парня, которые стоят тогда, когда все кланяются истукану. И они видны, потому что если все наклонились, а три стоят, то они видны. Царь попытался убедиться, с умыслом ли, или они не поняли, или с умыслом они просто стоят в то время, когда все опустились, поклоняясь мертвому идолу. И когда в диалоге он понимает, что они никогда не преклонятся перед мертвым истуканом, он повелевает разжечь печь. И еще сильнее, там сказано в Библии, в семь раз сильнее она была растоплена, разожгли ее. И те люди, которые бросали этих трех парней, огонь ударил в них так сильно, что они погибли. Но эти три парня, они сказали, царь, мы не поклонимся этому истукану. Бог наш силен спасти нас. Но если бы и не так, знай, мы не поклонимся. Знаете, чем закончилась эта история? Когда они бросили этих трех парней туда в печь, то они увидели там, что там между ними ходит четвертый, и написано, подобный сыну человеческому. Это был Иисус Христос. И потом царь повелел, чтобы вывели оттуда из огня этих юношей. И когда они вышли, то царь признал, и все общество израильское, что нет другого Бога, кроме единого. Все общество вавилонское, кроме единого Бога. И влияние этих трех юношей было настолько сильным, что поменяло в тот день вообще ориентацию всего общества. Даниил также в своем сердце положил не оскверняться яствами со стола царского. Это было его решение. Он сказал, я знаю, чему я научен, и я буду держаться этого. Я не пойду ни вправо, ни влево. Я не предам моего Господа. Поэтому никто не стоит над душой моей. Но я лично принимаю решение, что я не буду оскверняться от царского стола. Итак, лидерство – это влияние. Друзья, Писание говорит о том, что Бог обещает нас сделать главою, а не хвостом. Второзаконие 28, 13, там написано, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если... И вот здесь очень важно, внимание, он говорит, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего. Вот условие. Если ты повинуешься Богу, если ты повинуешься заповедям Господа Бога твоего, ты будешь лидером, ты будешь не в хвосте, я сделаю тебя главою, а не хвостом. Ты будешь на высоте, ты не будешь внизу. Я знаю, некоторые из вас могут сказать, пастор, я всю свою жизнь чувствую себя внизу. Всю свою жизнь я чувствую себя раздавленным. Всю свою жизнь я чувствую, что как кто-то мною контролирует. Всю свою жизнь у меня было столько мечты в юности, столько желаний, столько всего. О, пастор, но у меня не получается ничего из того, о чем я мечтал. Это было так давно уже. Я просто болтаюсь по жизни. Я просто исполняю все, что я должен и должна исполнить. О каком влиянии ты говоришь? Некоторые из нас просто закопали вот этот Божий дар и Божье призвание лидерства. В каждом из нас это есть. Есть разные уровни лидеров, разные сферы того, как мы можем повлиять. И разные лидеры по силе влияния. Но каждый человек призван быть лидером и владычествовать. Это вложено самим Богом в каждого из нас. Даже в своей семье, даже в своей спальне. Ты можешь чувствовать себя, как ты просто забит, задавлен обстоятельствами. Или ты можешь чувствовать себя на высоте, когда ты на горе, когда ты с Господом. Итак, лидерство – это влияние. Лидерство – это также отношение. Невозможно быть лидером, если ты не имеешь отношения с Господом. Я сейчас говорю о лидерстве в Царстве Божьем. Лидеры в миру – это люди, которые развили свое призвание или свои таланты без Бога. И там другие принципы в определенной сфере. Мы, может быть, коснемся сегодня, если будет время этой части. Но в Царстве Божьем невозможно состояться лидеру, если у тебя нет личных, глубоких взаимоотношений с Господом. Послушайте, что говорит Иисус. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею крепостью твоею, всем разумением твоим. И здесь каждый раз он повторяет слово «всем», «всем», «всем». То есть Бог должен заполнить все у тебя, все твое сердце, всю твою крепость, всю твою силу, всю твою душу, все твои мысли. Бог превыше всего. Бог – центр всей твоей жизни. Возлюби Его. И что дальше? И ближнего твоего, как самого себя. После этого, когда у тебя есть отношения с Богом, ты, наполняясь этими отношениями, поворачиваешься к ближнему и любишь ближнего своего. Его лидерство вытекает из подчинения Богу и Его власти. Это очень важно понимать. Дорогие, Писание говорит о том, что однажды человек, сотник, римский, военный, подошел к Иисусу, и он просил, чтобы Иисус исцелил его раба, его слугу. И он сказал удивительную вещь. Он сказал, что я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делаю. И делает. Посмотрите. Он говорит, у меня есть власть. Но моя власть вытекает из того, что я нахожусь под властью. Я подвластный человек. И потому что я нахожусь под властью, у меня есть власть. И я говорю слуге, пойди. И он идет. Сколько раз мы говорим нашим детям, сделай, они не делают. Сколько раз мы пытаемся распространить влияние свое, и у нас не получается ничего. Надо вернуться к этому моменту. А мы сами подвластны или нет? Итак, лидерство вытекает из подчинения Богу и Его власти. Лидерство – это ответственность. Знаете, очень важно понимать, что лидерство неразрывно связано с тем, что человек берет на себя определенные обязательства. Я помню еще в детстве, когда мы шли на богослужение, однажды я слышал, как папа с сыном, заходя в место, где церковь собирается, шепнул сыну, «Сынок, посмотри на тот забор. Ты видишь, он наклонился. Это Дум Божий. Давай мы придем в субботу и вместе с тобой отремонтируем». Я уверен, я знаю, что судьба этого мальчишки благословенна, потому что папа с детства привил к нему это чувство ответственности. Никто не сказал. Только папа сказал, «Сынок, посмотри. Ты сам посмотри. Ты сам кинь глазами. И ты видишь ситуацию. Ты видишь, наклонилась. Ты видишь нужду. Кинься туда. Послужи там. Поправь забор. Я научу тебя. В субботу я знаю, чем мы будем заниматься. Мы пойдем в Дом Божий, и мы предложим нашу помощь. И мы будем трудиться. И мы будем выравнивать этот забор». Друзья, как часто Господь смотрит на тебя и на меня и ищет этой инициативы. Лидерство – это ответственность. Это принять инициативу. Лидерство. Лидеры берут инициативу. Да, я возьму инициативу. Да, я буду это делать. Да, я пойду вперед. Да, да, Господь. Да, мне это нужда. Да, мне не все равно. Да, Господь, я вижу. Я буду вырабатывать этот взгляд. Чем я могу помочь? Я вижу нужду. И я хочу послужить в этой нужде и взять на себя ответственность. Друзья, слишком много в Царстве Божьем тех людей, которые не хотят брать никакой ответственности. И я прямо слышу, как они говорят, «Пастор, зачем я пришел в воскресенье, и все устроено?» Знаете ли вы, что до того, как здесь будет устроено, люди еще с субботы, с вечера трудятся. Никто не платит денег никаких этим людям. Это их сердце, это их посвящение, это их желание. На своих автомобилях привозят аппаратуру, расставляют аппаратуру, чтобы мы здесь в воскресенье пришли и послушали Слово Божие. Огромный пласт работы производится, когда никто даже и не догадывается об этом. Мы видим только вершину айсберга церкви. Мы не видим все то основание и все то, что под водой, что сокрыто от наших глаз. И там вернейшие люди стоят, которые берут ответственность не для глаз человеческих, а из-за любви к Господу. Друзья, это ценности наши. Это моя церковь. Мне есть дело до этого. Это мой Иисус. Я хочу быть здесь. Друзья, есть разница между служителем и лидером. Я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание именно на то, что я сейчас скажу. Не всякий служитель является лидером. Но всякий лидер должен быть служителем. Еще раз, служим многие из нас. Многие из нас служим. Но что делает служитель? Разница между служителем и лидером следующая. Служитель ориентирован на то, чтобы послужить, чтобы нужда была покрыта. Лидер озадачен не только тем, чтобы нужда была покрыта. Лидер видит большую картину, чем просто нужда. Либо он берет ответственность за то, чтобы всегда эта нужда была открыта, покрыта точнее. Либо он смотрит на большую картину, и он говорит, эта нужда будет покрыта, но я знаю, что я хотел бы, или у меня есть мысли, каким образом я хочу улучшить, или у меня есть идея от Бога, что мы будем делать дальше. Лидер ведет. Вот, у него есть цель, у него есть план, он не только покрывает нужду, но он поворачивает теперь, чтобы куда-то привезти. Домашняя церковь. Мы не просто посидели, пообщались, поговорили, но в конце лидер домашней церкви спрашивает, о ком вы молитесь, кто еще не принял Иисуса Христа. Давайте помолимся, каждый об этом человеке из ваших родных, близких, может быть, соседей. Что вы делаете, чтобы в следующий раз вы пришли не одни, чтобы с вами пришел еще вас близкий, тот, кто еще не принял Иисуса. Видите, у лидера есть цель, он поворачивает к определенной цели, он видит большую картину. Поэтому каждый служитель, он благословение в Царстве Божьем. Но не каждый служитель является лидером. В нашей церкви очень много служителей. Последних 16 лет мы аккумулировали эту тему «служи», так, чтобы правая рука твоя не знала то, что делает левая рука. Отдавай себя, делай дело Божие, служи, служи. И воспитали целое поколение служителей. Но сейчас приходит время, когда мы из служителей должны переходить в лидеров. Это точно так же, как дети, вырастая, и уже они становятся взрослыми, и они уже берут ответственность. Знаете, есть разница между лидерством в миру и лидерством в Царстве Божьем. И я хочу здесь предложить вам текст из Священного Писания, Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 стих и ниже. Иисус говорит здесь, Иисус же подозвав и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют, вот здесь внимание, над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Смотрите, Иисус показывает разницу. Он говорит, что князья господствуют. Вот это слово «господствуют». Это означает, что они используют административные рычаги, рычаги власти. Они просто по плоти действуют так, как они считают нужными. Они самостоятельные. Они ни от кого, может быть, и независимые, потому что князья народов. И что они делают? Они господствуют, они превозносятся, и ты чувствуешь, что ты внизу. Но Иисус говорит, что между вами, да не будет так. Если ты хочешь быть большим, или первым, или лидером, стань прежде всего слугою, стань прежде всего служителем. Научись служить. Научись, что твое имя даже никто знать не будет. Научись служить. И вот когда ты становишься рабом, когда ты служишь, вот тогда ты берешь ответственность. Господь берет необыкновенным образом, поднимая тебя и делает тебя лидером. Вы знаете, Иисус приобрел этот мир. Приобрел совершенно непонятным для людей образом. Приобрел, отдав себя, посвятив себя целиком. Вплоть до смерти, смерти крестной. И вот в этом пути это был вздор и непонимание. Это некий конфуз и вообще какое-то сумасшествие. Нашего Бога убивают и распинают. Вы о чем? Что после этого может быть? А после этого весь мир приобретен. Потому что он был послушен Отцу и потому что он любовью приобрел этот мир. Разница между лидерством в миру и в церкви. Лидеры в церкви это служащие люди, это любящие люди. Любят Господа всем своим сердцем и любят людей так же. Здесь есть ошибка, которую мы часто допускаем. Нам кажется, что когда я лидер в церкви, я должен быть таким мягким, аморфным, таким, знаете, ну, таким пушистым, ну, хорошим таким, таким, знаете, ну, всегда уступчивым таким. И мы путаем душевное лидерство с лидерством в Царстве Божьем, потому что Иисус отнюдь не всегда был мягким и пушистым. Иисус брал бич, и он пил и опрокидывал столы в храме, когда ревность по Богу снегала его, когда храм превратили в вертеп, когда в храме что угодно происходило, что попало, он сказал, это дом мой, дом отца моего. Он дома молитвы наречется, что мы сделали с ним. Подожди, подожди, Иисус, это же, это же не соответствует, это же не соответствует. Соответствует. Потому что, на самом деле, лидерство предполагает все аспекты. И апостол Павел говорит пасторам, чтобы они увещевали, наставляли и запрещали. Все аспекты только внутри. 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 Там источник любви. Внутри. И эта любовь выражается. В этом случае выражается через то, что он поднимает свой бич. В другом случае, он идет на крест. Но он все так же любит людей. Как в одном, так и в другом случае. Вот она ошибка. Мы часто думаем, что если это церковный лидер, то он должен быть таким, знаете, каким-то, ну вот, бесформленным. Его как ни повернешь, он на все скажет тебе, да. Он совсем согласен. Прежде всего, истина. Он не совсем согласен. Он согласен с тем, что есть в Библии, что есть Царство Божие. Но лидерство его через кротость и через смирение. Друзья, не так давно я общался с одной семьей. И все хорошо. Мы весь вечер общались, беседовали. А потом, знаете, у меня так чувство какое-то нехорошее. Я не знаю, как это описать. В ту ночь я проснулся от присутствия Божьего в спальне моей. Я не мог избавиться от мысли, что не так в нашем диалоге. Что было не так? Почему у меня привкус? Почему у меня внутри как-то так нехорошо? Прямо нехорошо. Я думаю, что Дух Божий показал мне нечто. Дух Божий показал мне о том, что люди с плотским характером, независимы от Бога, не переживая Господа, не получая эту любовь от Него, мирскими методами в Царстве Божьем начинают управлять и руководить. И привкус нехороший. Помните, там Библия написана, Исаак говорит, голос, голос Иакова, а руки, руки Исава, потому что мать покрыла руки его кожей от козленка, и он ощупал папа, будучи старым, слепым, уже в руки Исава, а голос, голос Иакова, вот это раздвоение, правильно говоришь, ой, как правда, все, что ты сказал, это правда, все, что ты хочешь делать, это так, только у меня такой какой-то привкус нехороший, как в миру, как, знаете, как без Бога, как по плоти, руки-то вроде те же, а голос, и вот этот вот, знаете, осадочек, от этого многие люди уходят из церкви, они уходят из церкви по причине незрелого лидерства, когда лидер не очищен, когда лидер не освящен, когда лидер полностью пропитан плотью еще, тут своя амбиция, Господи, я тебя проставляю, и себя рядышком тут тоже не забываю, Господи, я, и тут, и тут я продвинусь, Господи, и, знаете, вот, ты чувствуешь, правильно все, слова правильные, Иисус говорил по поводу фарисеев, слова их слушайте, по делам их не поступайте, и так, разница между лидерством в миру и в Царстве Божьем, лидерство в Царстве Божьем пропитано любовью, оно тоже может быть резким, но при всем при этом ты никуда не денешь его характеристику кротости, даже тогда, когда Иисус брал бич, он все равно был кротким, но в Царстве Божьем оно пропитано благодатью Божией и любовью, там нет господства, там есть любовь, и вторая характеристика лидерства вытекает из излияния Духа Святого, когда человек наполнен Духом Святым, потому что эту любовь ты просто так не получишь, эту любовь ты получишь, только общаясь с Богом, вытекает эта любовь из общения с Богом, наполнившись Духом Святым, ты становишься источником любви без Духа Святого, это плотское лидерство. Я хочу, чтобы мы еще с вами посмотрели на текст описания, София сегодня упоминала, это Откровение 5 глава, с 1 стиха, Иоанн на острове Патмос, он видит видение, он видит в деснице, то есть в правой руке усидящего на престоле книгу, напечатанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. Комментаторы, многие из них согласны с тем, что это книга вечной жизни, кто может открыть ее? И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть всю книгу, то есть кто достоин привести нас в вечную жизнь, она закрыта, вечная жизнь, церковь, царство, спасение, мир, исцеление, благословение. Ты на высоте, а не внизу. Все это сокрыто, всем печати, кто, как это, где это, как это может стать моим? И дальше написано, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Мне здесь Иоанн нравится. Ты когда-нибудь плачешь о том, что никого нет, кто привел бы твоего соседа к Богу, что родственники твои идут в мир или просто живут в миру, без Бога идут в погибель и вообще, тебе вообще дело есть когда-нибудь до кого-то? Иоанн говорит, я хочу быть используемым Богом, и вдруг твоя жизнь становится преломленной и благодать Божия, сердце Отца Небесного ты начинаешь чувствовать. И тогда ты можешь плакать о людях, которые не спасены. Я много плакал. И потом 5 стих, и один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть с ее книгу и снять всем печати с нее. Лев! Лев! Я посмотрел, лев! Интересно, описание льва. Можем увидеть льва? Лев. Мы понимаем, что лев это могущество и сила. Лев это символ власти. У него в действительности царственный вид. Он непобедим. Он горд, полный достоинства. Он не случает уверенность в себе. И этот старец сказал, не плачь, и указал на льва. Представьте себе, Иоанн рыдает, Господи! Старец говорит, посмотри на льва. Он смотрит, поднимает голову. Он слышит, что лев, но пока не видит еще, слышит. Он победил сил, могущество, сила, власть. Он поднимает голову, и следующий стих написано, «Я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял огнец, как бы закланный». Вот они, два образа. Лев сильный и непобедимый, могущественный. Лев против внешних, против ереси, против всяких злоумышленников, против греха и беззакония, против дьявольских целей и планов. Лев из колена Иудина. А я посмотрел на него, а он агнец. Но стал победителем, как агнец. Агнец-ягненок, образ, символ терпеливого, кроткого человека, человека, идущего за пастырем, смиренного. Вот они, два образа в Иисусе Христе, два образа лидерства. Иисус говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Друзья, я хочу поговорить с вами, откуда берется лидерство в Царстве Божьем. Мы говорили уже о том, что оно вытекает из общения с Богом в тайной комнате. Прежде всего, прежде чем взять какую-либо ответственность, необходимо иметь глубокие личные взаимоотношения с Богом. Мое лидерство истекало из моих личных глубоких взаимоотношений с Господом. И когда ты общаешься с Богом, тогда оттуда ты выносишь понимание, что Бог дает тебе, доверяет, и что ты делаешь именно в Царстве Божьем из отношений с Господом вытекает лидерство. Вопрос, есть ли что-либо, что предшествует лидерству? Может быть, есть какое-то особенное переживание или что-то происходит, и если что-либо происходит в сердце человека, то что это, что настолько сильно и мощно, что в конце концов порождает в человеке это решение? Я пойду, я возьму ответственность, я буду делать это. Друзья, в некоторых случаях это сильное переживание, это мощное переживание, подобно вот этой огненной буре, которая внутри просто что-то переворачивает и сметает у тебя, и ты как поворачиваешься, помните, Савл, он говорит, кто ты, Господи, что повелишь мне делать, когда Господь встретил его на пути в Дамаск, и свет просто осветил его, и он упал, и закричал, кто ты, Господи, драматическое покаяние, и посвящение Богу, да, что мне делать, вот оно, лидерство, где начинается, что мне делать, потому что от того, что ты понимаешь, кто Господь, следующее, что ты будешь делать, ты не будешь пассивным, ты скажешь, я хочу что-то делать для моего Бога, но есть и другие случаи, когда Господь не вводит человека в одно драматическое переживание, а когда человек раз за разом переживает что-то особенное, побуждение, иногда это вырастает просто, иногда это очень нежный голос, иногда это просто как стук в дверь, сын мой, дочь моя, пойдем, 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 у меня что-то есть для тебя, знаете, я помню, когда мне было 13 лет, и я был на одной из молитв, и Дух Божий впервые тогда показал видение и говорил о том, что я буду кормить людей, я знаю, что ты не я, это Господь, Дух Божий, но уже в 13 лет Он начал сеять в меня это, что у меня есть призвание для твоей жизни, у меня есть для тебя что-то, хочу вместе с вами посмотреть на некоторых лидеров в Старом Завете и конечно самый величайший, один из величайших лидеров истории это Моисей, в Библии написано, что Моисей однажды, будучи в пустыне, увидел куст, который горел и не сгорал, он подошел к этому кусту и он услышал голос, Моисей, и Моисей с ними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь есть земля святая и Бог в этот раз говорил с ним очень прямо и приглашал его, чтобы он пошел и вывел народ Израиля из рабства, но нам нужно вернуться назад, почему это случилось, почему Господь встретил Моисея в пустыне, и я думаю, что мы найдем секрет или ответ на этот вопрос как раз в том переживании и в тех событиях, которые происходили 40 лет до этого. Моисей жил тогда в Египте и в Египте его народ, евреи, они все были в рабстве и вот однажды, когда он вышел к братьям своим, он увидел эти тяжкие работы их и он увидел, что египтянин бьет одного из его братьев, из евреев, посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил его, египтянина и скрыл в песке. На другой день он увидел, что два еврея ссорятся и обещают друг друга, бьются теперь между собою уже и это было последней каплей для него, он не мог снести это, но после этого он убежал в пустыню, как будто что-то разорвалось в нем, это была последняя точка кипения. Знаете, я в жизни своей несколько раз видел, как физически избивают людей, лучше бы я этого не видел, наверное, но это настолько ужасно. Спустя 30 лет я был в армии тогда, я помню одну драматическую просто ситуацию, когда несколько мужчин, молодых, 20-летних избивали одного парня, удар кулака, и ты слышишь, как ломаются кости, как зубы вылетают, это просто ужас, это просто ужас, даже сейчас я просто слышу это снова, это просто, это просто нечто ужасное, я не мог стоять спокойно там, я кинулся просто, они меня отвели в сторону, но что, я хотел сказать, что, и что-то, что просто тебя взрывает, с чем ты просто не согласен, что ты хочешь изменить, что ты хотел бы вообще, чтобы было все по-другому, и ты не знаешь как, ты не знаешь что, и Моисей убежал, спустя 40 лет Бог находит его, и он говорит ему, и он говорит ему, Моисей, я слышал, как ты не мог справиться с этим чувством, Моисей, я слышал весь тот ужас и видел, как в отчаянии два еврея начали бить друг друга уже, я видел все, что произошло, я видел, как твое сердце рвалось, я видел все это, Моисей, я сейчас услышал нужду народа, и я смотрю, мне нужен ты, мне нужен человек, которого я послал бы, и кто пошел бы, и вывел бы народ из рабства, Моисей, я искал человека, и я нашел тебя, ты нужен мне, пойдешь ли ты, или нет, помните, что Моисей говорил, о, я косноязычен, о, я не могу, о, а кто ты, о, а если они мне скажут, кто послал тебя, что мне говорить, о, и у него была куча отговорок, уже он ничего не хотел делать, 40 лет спустя, а Бог говорит, послушай, твое сердце бьется так неравнодушно, и мое бьется так же неравнодушно, человеческое сердце, и Божие, идеально синхронизированные, чтобы сделать невероятный исход рабов евреев из Египта, Бог сегодня ищет сердце, Бог сегодня ищет тебя, Бог нашел когда-то Иосифа, Бог нашел когда-то Давида, Бог нашел когда-то Савла, Бог нашел когда-то меня, Бог ищет сегодня тебя, Он говорит, а ты, если что-то, что тебя беспокоит, если что-то, что ты не смотришь на это равнодушно, что тебе дорого, что тебе ценно, если что-то, что ты хотел бы изменить, люди, люди, у тебя есть какие-то чувства к людям, ты хотел бы что-то сделать, и Бог говорит, я смотрю сегодня, и я ищу сегодня людей, которые не были бы черствые, равнодушные, и не проходили бы мимо. Я и залью свой дух на них, и я хочу синхронизироваться с ними. Вот где, вот где рождается лидерство в Царстве Божьем. Лидерство в Царстве Божьем, это когда ты говоришь Богу «да», а потом предлагаешь себя, там, где ты можешь, то, что ты можешь делать. Тебе никто не указатель, о, ты это делай или не делай, ты становишься под власть, но ты сердце приносишь, ты любишь, ты хочешь, ты хочешь быть используемым Господом. Я хочу закончить вопросом. Друзья, есть ли что-то в вашей жизни, что вас касается? Не всегда это драматически, иногда это постоянно некоторые мысли. Ты, может быть, в потоке информации даже и не уделяешь этому особого никакого значения, ты думаешь, это просто ты так думаешь, это Дух Божий стучит в твое сердце и говорит тебе, ты нужен мне, ты нужен мне. Господи, я, у меня образования еще нет, или Господи, я, а что я, мой возраст? Ты нужен мне. Моисея было 80. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Сегодня Бог хочет касаться многих людей. Сегодня Бог хочет из нас, служителей, сделать лидером. Сегодня Бог ищет человека, ищет сердце, которое было бы неравнодушным. Кто-то из вас закопал уже это. Кто-то из вас просто поверил в то, что вы никогда не призваны быть лидерами. Но Бог говорит, я ищу тебя, я ищу тебя, ты нужен мне, ты нужен мне, я хочу изменить этот мир. В этом поколении, сегодня, в 21 веке, и здесь, в Сибири, Бог говорит, я хочу изменить этот мир. Хочу изменить город ваш, чтобы люди пережили мою благодать, чтобы сотни тысяч людей были спасены. Ты нужен мне для этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!